Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Ольга, здравствуйте. Доброе утро, Виктория. Ольга, какие плюсы и минусы этих кредитов существуют? Так называемые кредиты interest only – это те, по которым мы в течение некоторого срока выплачиваем только проценты. Они в недавнем прошлом были достаточно популярны, особенно среди инвесторов. Сейчас я попробую объяснить, какие преимущества они имеют, ну и какие недостатки, соответственно, тоже. Это не идеальный продукт и подходит не всем. Интерес only период чаще всего достаточно сильно лимитирован. Это один, два, три, максимум пять лет. Я видела экзотические продукты десять лет, но это достаточно, скажем так, экзотика, не то, что в общем случае применяется. Что это значит? Что вот в течение периода интерес only, допустим, три года, вы выплачиваете только проценты по кредиту. Платеж у вас одинаковый каждый месяц. Чуть-чуть будет меняться в зависимости от количества дней, потому что проценты начисляются на фактический остаток по кредиту на ежедневной основе. То есть в месяц, когда у нас 31 день, мы платим на один день больше, чем в месяц, в котором 30 февраля самый дешевый. И получается, что основной долг у вас остается неизменным. На вот этом периоде интерес only, допустим, там 2-3 года самое популярное. Какие преимущества это может вам дать? Вы платите меньше. То есть у вас с точки зрения кэшфлоу, вашего баланса, вашего бюджета ежемесячного, как вы его собираете, вы платите меньше. Какие минусы? У вас не выплачивается тело кредита. Тело кредита остается неизменным. Как я сказала, чаще всего эти продукты популярны у инвесторов. Тут есть целых две причины, почему это так. Первое, банки очень неохотно рассматривают аппликейшн на такие кредиты, если мы говорим про owner-occupier, дом, в котором вы будете жить. Потому что они не очень понимают логику, которая стоит за этим. То есть это сделать можно, но очень сложно. Поэтому чаще всего это касается инвестиционных кредитов. А вот в инвестиционных кредитах это бывает популярно, потому что инвестиционные кредиты обладают свойством tax deductibility. Что это значит, что эти проценты по кредиту вы потенциально можете списывать со своих налогов. Тут я должна сделать ремарку, что я не такс-агент и не имею права давать совета в области налогообложения. Поэтому обязательно, если вы рассматриваете этот сценарий и хотите иметь преимущество tax deductibility, обсудите это со своим бухгалтером обязательно. Тот или иной кредит, который вы хотите применить для вашей инвестиционной недвижимости. Плюс совершенно очевидный, и это улучшение кэшфлоу, то есть вы просто меньше платите ежемесячно. Какой еще есть негативный момент? То есть мы обозначили, что мы не выплачиваем тело кредита, мы не уменьшаем задолженность, что он, в общем, оставляет вас с вашим долгом один на один. Еще один парадоксальный немножко негативный момент. Кредит, интерес он ли, когда мы на него подаемся, он уменьшает вашу boring capacity. То есть при прочих равных вы сможете занять больше, если вы сразу делаете principal and interest. Когда в платеж входит и тело кредита, и проценты по кредиту. Почему так происходит? По правилам кредита интерес он ли, во-первых, ставка немножко повыше. Банки штрафуют за интерес он ли. Во-вторых, после того, как заканчивается период интерес он ли, вы попадаете автоматически в зону principal and interest. И когда банк делает вот этот reward обратно на principal and interest продукт, он предлагает процентную ставку уже не такую, как рекламируемую, скажем так, не ту, которую для новых клиентов со скидочкой, а стандартную variable rate. Она обычно повыше, чем то, что предлагается клиентам, когда вы сразу приходите за principal and interest кредитом. И банк именно ту ставку использует в расчетах. И поскольку все расчеты на 30 лет ведутся, ну это стандартный срок кредита, ведутся по более высокой ставке, получается, что ваша бороинка почти ниже. То есть тут немножко парадокс. Вы будете в первые годы платить меньше, но банк обязан учесть то, что вы по истечении этих первых лет interest only будете платить больше, из-за того, что у вас первые годы не уменьшалась сумма кредита, и из-за того, что ставка выше, чем если бы вы сразу пришли на principal interest. Вот это все снижает немножечко бороинка почти. Я не могу сказать, что это какие-то не кардинальные цифры, но в любом случае, если вам нужно достигнуть вашей максимальной бороинка почти, то, конечно, interest only – это не тот продукт, который вам нужен. Это вот то, что я хотела рассказать про этот продукт и его особенности. Ольга, спасибо. А какие факторы должен учитывать заемщик еще перед тем, как взять такой кредит? Я думаю, что тут надо хорошо бы иметь и то, что я рекомендую тем, кто заходит на interest only, какую-то что-то вроде exit strategy на момент, когда interest only закончится. Больше всего я бы это связывала с тем, что переход interest only на principal and interest окажется не на самой выгодной ставке. Что я обычно рекомендую в таких сценариях – подготовить план, что мы будем делать, когда interest only закончится. То есть нам надо к этому моменту подходить, подойти с доходом, с работой, чтобы мы могли, если что, кредит рефинансировать. Потому что текущий банк, то есть что мы обычно делаем? Interest only заканчивается, мы торгуемся с текущим банком, чтобы получить максимально выгодную ставку уже на principal interest. Но если вдруг нам это не удается, нам нужно пространство для маневра, для того, чтобы совершить рефинансирование и вывести ставку в приличное пространство, чтобы она была in line with market, чтобы не быть зажатыми на высокой ставке. А вы можете привести примеры, когда такой кредит может стать проблемой для заемщика? Проблемой для заемщика он может стать… Ну вот этот сценарий неприятный, да, то есть, допустим, закончился период interest only, и ставка стала слишком высокая, но по каким-то причинам там дохода не хватает, чтобы сервис рефинансирования. То есть мы получаемся зажаты в этом кредите по более высокой ставке, и платеж может быть кусачим. Это тот момент, как я вижу, да, где можно застрять. То есть обязательно вот этими любыми фиксированными периодами надо иметь четкий план перехода, четкий план перехода на principal interest. А вы можете, как ипотечный брокер, дать какие-то наилучшие стратегии для управления такими кредитами? Ну, во-первых, я бы точно подходила, когда люди ко мне приходят и рассматривают interest only, прежде всего. То есть мы, конечно, смотрим на картину в целом. То есть надо, поскольку это чаще всего, как я уже объяснила, касается в подавляющей большинстве случаев инвестиционных кредитов, надо смотреть на портфолио в целом. То есть какое преимущество нам даст здесь конкретно этот interest only кредит? Я бы очень хотела всегда смотреть на картину в целом. И, как сказать, этот инструмент, он может принести добро, а может и наоборот помешать. То есть надо смотреть, что происходит у человека в портфолио и, так сказать, взвешивать преимущества и смотреть, чтобы не было негативного эффекта от такого кредита, чтобы он не ухудшал ситуацию в целом по портфолио. Я скажу, наверное, тут узкий момент – это borrowing capacity. Если все в порядке с borrowing capacity, то, в принципе, я бы сказала, что противопоказаний нет у interest only. И мы просто откладываем выплату основного долга, чуть-чуть улучшаю кэшфлоу. Еще хотела один момент добавить. Почему сейчас interest only стали менее популярными, чем они были несколько лет назад, то есть до повышения ставки? Поскольку ставка у нас в последние годы выросла достаточно существенно, разница между principal interest платежом и interest only платежом стала не такая существенная, как она была, когда ставка была низкая. Когда ставка была низкая, там была почти в два раза разница. Сейчас, ну, я не знаю, процентов 20-30 разница между principal interest и interest only. То есть, конечно, с точки зрения улучшения кэшфлоу, interest only намного интереснее, когда interest rate очень высокая. Спасибо большое. И последний вопрос. А как сейчас вот эта ситуация с кредитами, по которым выплачиваются только проценты, влияет на рынок недвижимости Австралии? Хороший вопрос очень. Это, как опять же, я могу только на уровне своих догадок. Я бы сказала, что те инвесторы, которые сейчас находятся в ситуации interest only, они чувствуют себя чуть более свободно, чем те инвесторы, которые сидят на платеже principal interest. То есть, у них кэшфлоу чуть лучше. В этом смысле такое очевидное последствие, что они, возможно, менее агрессивно повышают рент. Еще возможное последствие из этого, что они менее заинтересованы в быстрой продаже, то есть, они легче могут продолжать держать свои объекты по сравнению с теми, кто держит на principal interest. То есть, в целом, как сказать, инвесторы, которые сейчас конкретно находятся в interest only периоде, они, наверное, рынку помогают не раздуваться. Но все это, опять же, зависит от их аппетитов. То есть, вполне возможно, что это от инвестора к инвестору зависит. То есть, если кто-то хочет еще подзаработать, то он все равно будет следовать тенденциям рынка и поднимать рент, допустим, если они продолжают держать. Ну, наверное, да, они меньше будут скидывать. Сейчас очень много продает инвесторов, потому что им затруднительно держать свои объекты из-за того, что кэшфлоу не стал существенно хуже с повышением ставки. В этом смысле, да, наверное, инвесторы на интерес only, они легче сейчас удерживаются в позиции. Спасибо большое, Ольга. Я напомню, что мы сегодня говорили о interest only credit с кредитами с оплатой только процентов и помогала нам в этом разбираться австралийский ипотечный брокер Ольга Кулик. Ольга, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Спасибо, Виктория. И я еще хочу добавить, что мы не даем личных финансовых советов и рекомендаций. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.